В этом году музей посвятил свою программу юбилейным историческим событиям, которые связаны с прошлым России, Кубани и нашей Лобинской земли. Эта программа проходила под названием «Поезд времени». Данное мероприятие было построено таким образом, чтобы жители и гости города могли совершить увлекательное путешествие по страницам как Лобинской истории, так и нашей родной Кубани, России. Возле киноцентра «Восход» работало несколько станций – военный привал, стиляги, казаки у Екатерины, дореволюционный провинциальный вокзал, парад 1-й конной армии Буденова и другие. В этом году несколько юбилейных дат отмечает наша Лобинская история. 105 лет Лобинской железной дороги, 130 лет царской или кубанской охоте. 95 лет, как 1-й конной армии, было вручено Красное Знамя Овцы в станице Лобинской. 100 лет комсомола, 75 лет освобождения Кубани от немецких захватчиков. Находясь в творческом поиске, сотрудники Лобинского музея ежегодно разрабатывают инновационные проекты подобных праздников. Оригинальные программы, которые дают возможность привлечь и заинтересовать посетителей, особенно молодежь. Они помогают открыть и показать музей как место альтернативного отдыха, как площадку для общения, где при желании можно приобрести новых друзей. Мне очень нравится участвовать в данном мероприятии, так как именно это мероприятие приближает людей к истории нашего города. Им становится интересно читать книги какие-либо, которые рассказывают о нашей истории, которые рассказывают о нашем прошлом. Но если мы не помним свое прошлое, значит, у нас нет. На мероприятие коллеги и сотрудников музея поблагодарили за укрепление единого культурного пространства, возрождение и сохранение исторического и духовного наследия района. Благодарственное письмо Евгению Виноградову вручила руководитель районного архива Татьяна Средникова. Наталья Твиненко, Горисаков, телекомпания «ЛАВА». Культура и истории наследия.